Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта и сегодня я наконец-то решила распекировать свои посевы, те которые остались у меня в лотке. Возможно кто видел, я высокие отсюда брала, а вот эти низкорослые остались. Но так как они уже большие, у них начинает уже третий лист формироваться, мне пора их распекировать. И как раз во время этого я расскажу, подробно покажу выбраковку растений, потому что неоднократные просьбы звучали показать прям именно все до мелочей, как я выбраковываю. Я вот специально для вас помыла растения, чтобы видно было корешки, и сейчас все расскажу. Ну начну с того, что когда вы выбраковываете, вы конечно сами должны решить, или вы будете вообще самые большие несколько штук, или вы будете, ну короче, или жесткая у вас будет выбраковка, или сейчас расскажу. Вот смотрите, есть растения, которые можно выбрать прям буквально отборные, несколько штук. Вот например, вам надо штук 6, вы 6 их и выбираете, и высаживаете. Или вы высаживаете и самые отборные, и середнячки, то есть у вас будет с запасом, а всю мелочь вы удаляете. Вот сейчас я посмотрела, вот это у меня один сорт, они оказались все как на подбор, а 2 саженца, 2 помидорки плохие. Вот эту я отбраковала сразу, вот смотрите, если сравнить вот с этим растением, а не одного дня посева, ясно, что вот это растение сильное, здоровое, а вот этот вот маленький, он был очень маленький, и когда я его вытащила, оказалось, что у него как-то вот так подогнут, как бы сломан корешок, то есть что-то у него неудачное было с корнем, и скорее всего с него никакого толка не было бы, но я еще и нечаянно, пока мыла, его сломала. Но вот этот вот, второй сеянец, корень у него не сломан, видите, у него все стержневой корешок, боковые пошли, но он меньше тоже в 2 раза, и тут уже вы сами решаете, видите, какая разница, или вы оставляете его на скамейке запасных, или вы удаляете его совсем. Бывает, что даже не от вас зависит, вот смотрите, я первый сорт распикировывала, у меня было 8 дырочек, 9 растений, и я вот, 1, 2, 3, 6, 7, 7 растений хороших воткнула, а 8 пришлось втыкать маленький, который я и не взяла бы, но так как ячейка все равно у меня пустая, я его воткнула, и получилось так, что, вот один я забарковала, убрала, и получилось так, что одинакового размера растения, почти одинаковые, вот в первом варианте, и вот в руке, которую я держу, один из них я посадила, а другой не посадила, ну и тут вопрос, почему я посадила такой маленький, а второй такой же маленький не посадила, тут вопрос, это, конечно, не уместен, это просто вот по обстоятельствам, было 8 дырочек, надо чем-то занять, заняла вот этим маленьким, в крайнем случае, если он не догонит остальных, потом, когда я буду пересаживать стаканы, я посмотрю, что он не растет, значит, я его уберу, вообще маленькие растения, так, с этого один я отбарковала, со вторых, я не выкинула ни одного, потому что, опять так же, последние 3, у меня пустые дырочки остались, я посадила самых маленьких, ну, брать я их не планирую, просто вот посадила, потому что, что блаток был не пустой, равномерный, вообще, претендентов на отбраковку видно сразу, видите, вот ряд, вот это хорошее растение, которое мне нравится, которое я возьму, а рядом с ним, маленькая карликовая, которая мне совсем не нравится, его я не буду выращивать, так же в этом ряду, видите, вот какие большие, хорошие, с зелеными листьями, и вот этот маленький карлик желтоватый, так, ну, здесь все ясно, выбираем вот такие, видите, какие корнищи, выбираем сильные, здоровые, с корнями, корень я прищипываю, это я все рассказывала, дальше про семидольки, вот эти вот низко, как сказать, низкорослые, видите, у них от корня до семидоли всего один сантиметр, и их, не убирая семидоли, заглубить просто невозможно, поэтому, а мне же нужно, хочется заглубить томат, чтобы образовалась вот как дополнительно вот здесь корневая система, чтобы усилить растение, поэтому вот с такими малышами я поступаю так, ну, как и многие, убираю семидоли, просто отщипываю, ну, прямо так, просто ногтями перед посадкой отщипываю, и делаю максимальное заглубление, ну, у них это максимальное заглубление, оно всего 2 сантиметра, потому что они такие коротышки, вы видите, что они совсем короткие, их заглубить, они же не вытягиваются, вот те перед этим я когда рассаживала, ну, которые более высокорослые, они вытягиваются, их можно заглубить прямо на глубину лотка, ну, а эти заглубила как могла, все, вот теперь это будет у меня самые первые, но я их еще не все, конечно, распекировала, самый первый посев, который предполагается для получения раннего урожая, который не обязательно сеять, вот про который я говорю, что это сеют только те, кто хочет повозиться, хочет дополнительные хлопоты себе создать, чтобы получить ранний урожай, вот все про выбраковку, что я делаю, все я показала, маленьких вот таких гномиков не берем, если ячейка свободная, то вынуждена, приходится, конечно, какого-нибудь малыша сунуть, но он или потом пойдет в отход, или, может быть, кому-то подарится, если вырастет. Все, до свидания.